В Чебоксарах продолжается капитальный ремонт поликлиники на южном поселке. Как изменится облик медучреждения и когда завершат работу, узнавала наша съемочная группа. В кабинетах вместо врачей и пациентов строители с инструментами и оборудованием. Рабочие выполняют внутреннюю отделку стен. Ремонт начали еще летом этого года. В поликлинике меняют все коммуникации, систему отопления, электро- и водоснабжения. Обновят двери и окна. В новом медучреждении лечатся около 20 тысяч жителей, живущих в поселках Альешево и Южный. Врачи уверены, комфортные условия положительно скажутся на здоровье пациентов. Здесь помимо врачей общей практики, врачей участковых терапевтов, будет запланирован прием и узких специалистов проведения эндоскопии, ультразвуковых исследований. Будет также проводиться дальше рентгеновское исследование, флюорография органов грудной клетки и, например, те же наши работы по проведению диспансеризации, профилактическим осмотром населения. Здание взрослой поликлиники теперь относится к ГКБ номер один, а детский корпус – к городской детской больнице. Материально-техническая база этого лечебного учреждения была слабая. В свое время это был медсанчасть завода остройки керамики, часть корпусов завод строил за собственные средства. Конечно же, многие медицинские нюансы здесь не учитывались, и мы понимаем, что вот сейчас все приводится в соответствие. Срок сдачи работ – декабрь этого года. На капремонт поликлиники из республиканского бюджета выделены около 50 миллионов рублей. Всего же на региональное развитие первичного звена до 2024 года предусмотрено почти 300 миллионов. Своевременная и качественная медпомощь должна быть доступна всем. Это одна из важнейших задач национального проекта здравоохранения. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.